День семьи, любви и верности. Этот праздник имеет религиозные корни, но отмечать его начали сравнительно недавно, в 2008 году. Если быть последовательными, то один праздник выделили на основе другого. 8 июля в православной традиции чтут память святых, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи. Князь Петр однажды слег с тяжким недугом, проказой. Он не мог вылечиться, а потому решил проверить сон, который ему приснился. Во сне говорилось, что избавить его от недуга может дочь сборщика дикого меда Феврония. Девушка, которая обладала уникальными способностями, пообещала помочь. Но за это она попросила князя сделать ее своей женой. Князь согласился, имея недоброе намерение, обмануть девушку. Но Феврония, вылечив его, оставила на теле одну ранку. Когда недобросовестный правитель сбежал, болезнь разыгралась с новой силой. Ему пришлось вернуться, раскаяться и выполнить свое обещание. Девушка стала его женой, но впоследствии князь нисколько не пожалел о своем решении. Они прожили счастливую долгую жизнь вместе. Были в этой жизни и испытания. Бояре хотели изгнать правителя, если он не выгонит свою жену. Он подумал и ушел вместе с Февронией жить простым человеком. Но начавшаяся смута заставила предателей опомниться. Они вымылили прощение. Князь с княгиней вернулись и успешно правили до преклонных лет. Когда муж с женой стали совсем старыми, они отправились в разные монастыри, приняли постриг и помолились о том, чтобы уйти в один день. Так и случилось. Следуя завещанию, их положили в одном гробу, в гробнице из одного камня. Бог забрал души супругов 8 июля. С тех пор этот день почитается православными людьми. А с 2008 года отмечается и светский праздник, посвященный любви и верности.